Химиотерапия и дювантная терапия Это хороший вариант терапии, но он, конечно, не абсолютно бесспорный. Есть категории больных, которые от этого не выигрывают. Но и посередине есть больные, которые достаточно распространенный немелкоклеточный рак легкого, которым оптимально на первом этапе проведение лекарственного лечения и сегодня таким золотым стандартом является проведение химии иммунотерапии с последующим хирургическим лечением. И сегодня уже никаких сомнений нет, что это такое золотое течение в этом направлении. Еще несколько лет назад мой друг Алексей Владимирович Смолин так в шутку назвал меня сектантом явления неодювантной химии иммунотерапии. Когда еще не было доказательных исследований, я из секты свидетелей неодювантной химии иммунотерапии. Но, слава богу, что сегодня это в 23-м году, в конце уже фактически никому не надо доказывать, что действительно это крайне важное направление. Поэтому сомнений в том, что неодювантная химия иммунотерапия работает, абсолютно нет. У нас есть целая куча исследований, вот я их здесь все перечислил, в основном исследования третьей фазы, есть одно исследование, парочку исследований, второй фазы, хорошо доказательный, в частности, на ДИМ. И что мы имеем на круг, если мы посмотрим на все эти исследования неодювантной химии иммунотерапии? Что у нас сейчас двухлетняя бессобытийная выживаемость колеблется в районе 60-66%, причем цифры ложатся очень в такой хороший, четкий, понятный интервал. Чуть больше 60% двухлетняя выживаемость без прогрессирования, в то время как контрольная группа практически на 20% хуже. И двухлетняя общая выживаемость превышает 80%. Это фантастические, ранее недосягаемые цифры. При этом мы имеем высокую частоту полных морфологических регрессов, которые колеблятся от исследования к исследованию, но тем не менее их довольно много. Очень большой процент, так называемых, больших патоморфологических регрессов. И здесь все зависит от баланса включенных пациентов. Чем больше было больных с плоскоклеточным раком, тем больше шансов на полные морфологические регрессы. Самые высокие уровни это у китайских исследований, которые обогащены популяцией плоскоклеточного рака. И там этот процент достигает больших морфологических регрессов чуть ли не к 70%. Но это понятная история. Ну и остаются такие вопросы, которые мне кажутся сейчас уже более-менее второстепенными. Это нужно или не нужно делать послеоперационную иммунотерапию? Вот это вопрос, к которому мы еще долго будем спотыкаться, потому что ответа на него нет. И вряд ли он в ближайшее время наступит, потому что клинические исследования так построены, что они не задаются этим вопросом. И какая оптимальная схема химиотерапии, которую выбрать для иммунотерапевтического агента, в частности, антипидиадин препарата или антипидиадин препарата. И вот вопрос, все-таки ли всем пациентам необходимо добавление иммунотерапии, если не было активирующей мутации. Надо сказать, что практически во все исследования с неодювантной химио-иммунотерапией не включались пациенты с активирующими мутациями, которые наиболее частые. Это мутации GFR, мутации ЛК, за исключением только исследований КИНО, где была очень маленькая доля больных с GFR-мутацией. И если мы посмотрим вообще на эту проблему с точки зрения как бы идеологии, то, конечно, не мелко клеточный рак легкого зависит от, скажем так, двух крупных факторов. Первое – это курение, и таких больных порядка 80% от всех, хотя это динамическая история. Еще там 10-15 лет назад этих больных было больше курильщиков, их было порядка 85-87%. Сейчас доля курильщиков снижается. И есть еще абсолютно неясная идеология – это больные некурильщики. Откуда берется у некурильщиков не мелко клеточный рак легкого? В основном аденокарцинома мы сегодня не знаем. Если мы посмотрим среди курильщиков, как происходит, весь плоскоклеточный рак почти 100% он ассоциирован с курением. Если мы возьмем там 1-2% как бы некурильщики, то, кажется, у нас вопрос, что это за люди, и, может быть, это мы под маской первичного пухоли легкого имеем какое-нибудь метастатическое поражение. Допустим, когда-то женщина болела раком шейки матки, а потом прогрессирование раком шейки матки симулирует немелкоклеточный и плоскоклеточный рак легкого. Но здесь, кстати, очень бывают такие ситуации, но несложно ставить диагноз P16, и сразу становится все понятно. Среди аденокарцином основная проблема. Их очень много, они гетерогенны, их доля растет, и доля пациентов с активирующими мутациями, она практически полностью находится в зоне не курения, или пациенты, которые мало курили или давно бросили, хотя это не абсолютно. Бывают иногда болезни курильщиков, болезни некурильщиков, которые возникают у курильщика, и есть драйверные мутации, которые возникают и там, и там. То есть основная проблема – это именно аденокарцинома, который где-то, грубо говоря, двух, двадцати пациентов из ста, которые ранее никогда не курили. Но вот если посмотрим, как представлены были некурильщики в основных исследованиях по неодевантной химии и иммунотерапии. Посмотрите, доля этих больных колеблется от девяти с половиной до шестнадцати процентов. То есть это очень небольшая доля. Вот я просто специально даже привел в количественном выражении исследований, которые включали в себя много сотен пациентов, то когда мы говорим о некурильщиках, это десятки всего лишь. То есть, конечно, их доля недопредставлена. И это другой биологический тип рака легкого, если посмотреть в целом. Если мы посмотрим, прошу прощения, как выглядит эффективность неодевантной химии и иммунотерапии у курильщиков. Красным я выделил соотношение рисков у больных курильщиков. Посмотрите, 0,37, 0,52, 0,68 в исследовании Checkmate. То есть очень выраженные, позитивные результаты у больных, которые курят при проведении неодевантной химии и иммунотерапии. И посмотрите, какое количество полных морфологических регрессов у пациентов-курильщиков вне китайских исследования. Китайские исследования немножко в стороне, они обогащены плоскоклеточным раком, а вот вне китайских исследованиях, полные морфологические регрессы, независимо от того агента, который был добавлен, иммунотерапии агента, или антипеди-1, или антипеди-1, 25% приблизительно. Насколько похожи одинаковые цифры, удивительно, разные исследования, при этом доля полных морфологических регрессов у курильщиков, каждый четвертый пациент, независимо даже от уровня педель. Понятно, что есть ступенечка, чем выше педель, тем больше шансов на морфологический регресс, но так или иначе курильщики это 25% полных морфологических регрессов. А теперь посмотрим, как у некурильщиков, посмотрите, везде практически есть пересечение доверительного интервала. Вроде бы где-то чуть-чуть лучше, где-то более эффективно комбинированная химио-иммунотерапия, но везде есть пересечение доверительного интервала. Только в одном исследовании, Checkmate 816, вроде бы нет пересечения доверительного интервала, но посмотрите, как там мало больных. И такое же исследование, Checkmate 77T, где та же самая была химио-иммунотерапия, та же самая химиотерапия, мы имеем абсолютно обратную картину, мы имеем факт того, что даже хуже была химио-иммунотерапия по сравнению с химиотерапией. 1,32 соотношение рисков. То есть мы видим, что для некурильщиков нет очевидной пользы от добавления химио-иммунотерапии, добавления иммунотерапии химиотерапии, если мы говорим с точки зрения event-free survival. А теперь полные морфологические регрессы. В исследовании EGEN около 4% всего полных регрессов. И даже в исследованиях с неволумабом, которые более просчитаны, и по крайней мере есть данные о количестве полных морфологических регрессов в исследовании с неволумабом, то это процент в районе 10-17%. Да, это чуть лучше, но все равно это намного меньше, чем если мы говорим о пациентах-курильщиках. Таким образом, вот какие для себя я могу сделать выводы, что пациенты-курильщики безусловно имеют огромную пользу от добавления иммунотерапии, и event-free survival, соотношение трисков от 0,37 до 0,68, и зависит от количества включенных плоскоклеточным раком больных в это исследование. Уровень писяров в дикитайских исследованиях это 25%. Некурильщиков мало, по ним вывод делать сложно, очень большой разброс и небольшой процент полных морфологических регрессов. И достоверная польза на сегодняшний день от добавления иммунотерапии у некурильщиков не видна. Как и в исследованиях, впрочем, первой и второй линии по поводу метастатического небелкоклеточного рака легкого, читай аденокарциномы, где тоже курильщики ложатся исключительно в группу аденокарцином легкого. И вот какой основной вывод. Да, пациенты-курильщики безусловная химия иммунотерапия. Если нет драйверной мутации, которая, GFR, LK, которая почти строго лежит в зоне пациентов-некурильщиков. Если есть активирующие мутации, которые встречаются и там, и там, и которые бывают у курильщиков в том числе, это мутации КРАС, БРАВ, МЕД. КРАС частая, все остальные редкие. Только здесь тоже может быть химия иммунотерапия. Если мы говорим о неодювантной терапии у больных-некурильщиков без драйверной мутации, то считай аденокарцинома, то здесь должна быть химия терапия. У нас нет четких данных об эффективности химии иммунотерапии. Какую выбрать химиотерапию у этих пациентов? Здесь я опираюсь на исследование, довольно старое исследование, Пульбрейк, в котором помимо эффективности химиотерапии различных вариантов оценивалась роль ТТФ-1. То есть это такой рефлекс-тест, который делается сегодня по умолчанию пациентам, чтобы понять, это аденокарцинома или плоскоклеточный рак. И ТТФ-1-позитивность встречается у 80% больных с аденокарциномой, практически в 100% у больных, у которых есть драйверные мутации, такие как GFR и ALK. И ТТФ-1-негативность чаще бывает у курильщиков при низкодифференцированных раках легкого. Что мы видим? Мы видим, что сам по себе ТТФ-1 – это прогностически благоприятный признак. ТТФ-1-негативные опухоли гораздо хуже текут по сравнению с чем опухоли ТТФ-1-позитивные. Но здесь очень важно другой, вот правый график – это в зависимости от эффективности химиотерапии, в зависимости от ТТФ-1. Мы видим, что больные, у которых ТТФ-1-позитивный опухоль, выигрывают от применения препарата PMITREXF. И наоборот, если PMITREXF применяется у больных, которые имеют ТТФ-1-негативную аденокарциному, то они выступают хуже всех. А токсан, содержащий химиотерапию, находится где-то в промежуточном значении, хотя понятное дело, что ТТФ-1-негативная опухоль лучше. То есть ТТФ-1-позитивная аденокарцинома – PMITREXF-1-платина химиотерапии, ТТФ-1-негативная аденокарцинома – ПАКЛИ, ТОКСЛ или другие варианты токсанов или гемцитабин. В общем, какой-то вариант не PMITREXF, содержащий химиотерапию. И вот для себя мы в 62-й больнице выстроили вот такой алгоритм. Для плоскоклеточного рака, очевидно, химио-иммунотерапия. Для ТТФ-1-позитивная аденокарцинома курильщиков – это может быть PMITREXF-1-платина или чуть реже токсан-платина, содержащий химиотерапию, обязательно с иммунотерапией. Операция крайне желательная, и она наносит не только лечебную, но еще и диагностический характер, безусловно, есть патоморфоз, нет патоморфоза, и потом мы будем знать, что с этим делать дальше. А вот для больных с аденокарциномами, которые ТТФ-1-негативные курильщики, здесь, на мой взгляд, это ПАКЛИТОКСЛ, КАРБОПЛОТИН, плюс-минус БЕВАЦИЗУМАП, плюс, естественно, иммунотерапия. А вот с некурильщиками я выделил специально красным, это, собственно, является темой моего доклада. Это химиотерапия, платина содержащая, с пеметрикседом, если это ТТФ-1-позитивная аденокарцинома, плюс-минус БЕВАЦИЗУМАП. Мне представляется, что наилучший вариант химиотерапии как таковой, и он может дать шанс перевести больного в операбельную форму или быть предоперационной химиотерапией. Ну а больные с драйверными мутациями, здесь использование таргетной терапии, и если мы хотим больного прооперировать, то, конечно, я бы рассмотрел вопрос о добавлении к этому химиотерапии, базируясь на исследованиях, которые сегодня есть по метастатическому раку с драйверными мутациями, в частности, исследования ФЛАУРА-2, где был очень выражен и показан глубокий ответ у значительной доли больных при добавлении к этому, к таргетной терапии, химиотерапии. Поэтому место неадювантной химиотерапии, на мой взгляд, оно сохраняется. У больных с аденокарциномой без драйверных мутаций, не курильщиков. Здесь написан вариант схемы химиотерапии, который бы я выбрал. И пока мы еще не можем сказать в 100% случаев, как нам делать, но тем не менее, вот какой-то такой алгоритм мне представляется оправданным. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ